Здорово! Продолжаем, короче, обследовать сезон. Я, короче, немножко побегал там, покачался. У меня 53-й левел, конечно. Ну и немножко потестил этот Кровавое Копье. Ну и не полностью еще у меня вкачанное, но пару аспектов у меня есть. То есть у меня рассчитано именно на Кровавое Копье. Билд сильный, когда вот много, как говорится, пачка противников стоит. И он, если вот так вот рикошет у него идет, получается. И еще от Сверх Крови, короче, рикошет идет. То там просто вот так вот мобы дохнут жестко. Но еще нету баланса такового. В одно рыло он типа слабовато еще бьет. Ну и, конечно, есть, короче, на чем еще работать. Мы, если я напомню, идем через подавляющий урон. И я, короче, предлагаю все-таки пройти, да пройти, короче, сюжетный этот квест. Ну, этого сезона. И продолжить, короче, фармить левел, короче. Шмотки и все такое. Стримчанский где-то на пару часиков. Не знаю, мне что-то так хочется какую-то РПГ-шку пошпилить. Ну, в плане... В плане этого... Как насмотрелся Baldur's Gate от третьего. И что-то мне прям загорелся. Хочется поиграть. Но такие игры особо... Знаешь, у нас тримения очень залетают. Скучноватые. Медленное повествование. Но играть очень интересно. Ну, типа, вы увидели, да? Какой билд. Идемте по квесту. Бежим. А, ну это уже треки, короче, если шоу, уровень мира. Я прошел квест на 45-м. На... Когда я вот, типа, народу противников много, то я вот так вот. Есть, я решу еще над чем работать, но уже довольно-таки сильный у меня это тоже билд. Ну че? Я еще попробую, короче, у меня, может, в следующей неделе, может камеру настроить. Там другая камера чуть-чуть валяется, но эти как-то руки не доходили ее настроить. Так, пользовался в основном, поначалу камерой с новым бухом, но я понимаю, не вам не интересно, не приятно смотреть как это все там на такую картинку. Но, стараюсь пока что. Ох, активировал, ладно. Так, и хочется, да, может, попробую посвятить этому всему большему времени, охраняемый такой стараюсь. Нет, это. Одного бью. Недостаточная эссенция. Дропнулся этот. Ага. Прочность барьеров, плюс повышение оригинга хатвана. И мне нравится, короче, что... Во-первых, каждый шестой удар у меня подавляющий. И вот когда у меня высокий уровень здоровья, короче, этот... Продерживается там 12 секунд, или сколько? Вот, видите, у меня 12 стаков. И следующее умение у меня будет тоже подавляющий урон. Ну, то есть у меня очень частый, короче, мощный урон. На. Пинкер. Бейк. Избрила. Вот о чем идет речь. У меня за счет сфер, короче, если у меня полностью хп, я сферу юзаю, то она мне восстанавливает ресурс. Простяка. И у меня... Как говорится, проблем с ресурсами вообще нет. Вот, конечно, еще не до конца, но... Надо будет, короче, что придумать. Побольше контроля противника. Ну, чтобы чаще... А, ну и надо, короче, хочу аспекция поставить на... На дамаг, получается. Причем, если пройдет подавляющий урон, то повышение скорости атаки повышается. Вот только на 4 секунды. А так как оно мне часто, то у меня почти перманент там будет... Получение, короче, скорости. Это мне надо. Вот это, короче, перк... Сердце, вот это хорошее, например, для этого... Какого? Для друида, например, который через... Через разрывание идет. Даже через электричество тоже неплохо идет. Ну, с разрыванием в камбухе. И хорошо еще на этом, на рогу тоже. 73% критам. У кого в основном там крит, билды. Ну и... Это тоже хорошо подойдет, например, к костяному. Этому... К костяному нету. Который тоже на критах там сиди. Ага, там сюда будет. И... Так, мы отсюда пришли. А, ну, что ты? У меня, короче... Причем... Хороший этот у меня... Короче, коса это хорошая. Есть. К основному урону добавка. Периодически, короче, у меня особо не надо. 50% подавляющим. Ну, такое себе. Ну, можно было бы 84 максимальный урон. Ну и вот, смотрите. Кровавленное копье также превращает сферы крови в дополнительные копья, которые носят 88% от обычного, в первую очередь... От обычного урона. В первую очередь целится в ворвов, которые копье еще не поразило. То есть... Если будем фармить, короче, сферы крови и потом, например, компушку какую-то зачищать, то есть еще такое. Первый раз попадает противника, который уже поражен копьем. Она будет с каждой применением запускать в ближайшего противника еще одно копье, но при этом 41% своего урона. То есть, будет рикошетиться. Так, это от повышенного ресурса, повышение урона. То есть, чем максимальный ресурс, тем больше урон. Но его, конечно, порезали, но пусть пока будет. Ну, базовых умений, скорость атаки. Ну и вот, при максимальном уровне здоровья сферы крови дают вам 13 единиц эссенции. Я же вижу, еще не до конца. Еще не до конца у меня все это... Пробовал лучше. Кровавый туман через взрыв трупа тоже прикольная тема, но... Можно будет попробовать. Тем более, идет восстановление. Это уже будет билд, например, когда дохера противников. И вот так вот через это будет тоже имбова. Вот это себе тоже. Хотя нету смысла вот это ставить, так как подавляющий урон не будет... Нету у него там нажителя на криты, на всякую хрень. То есть... Единственное, что... Ну, типа можно, чем максимизировать, это глобальный урон. Не действует ослабление урона в состоянии, короче, под контролем тоже не действует. Не увеличит. Так что у нас единственное, чтобы увеличить хп, это общий урон. Ну, типа, например, от умений крови, например. Ну и... Ну, хп. Укрепление. Единственный момент, как мы можем... Давай, вылазь. Можно дожидаться 12 секунд. Вот так вот отхиливаться. Нет, 18 тысяч. При обычном ударе на 2 штуки 18 тысяч, типа, подавляющие. Двигаешь мальсиша, потом вот так вот отправляешь. Невосприимчивость. Тоже неплохая защита, кстати. То есть, если где-то какую-то толпу тебя закинуло, ты там... Отгребаешь. С этими какими-то, например... Например, какие-то ледяные змеи, которые убьют очень... У них очень быстрая атака, то... Это очень даже поможет. Я думаю, тоже буду этим пользоваться. Сейчас покажу. Сюда. Вот да, побежал. Вот когда он один, урон будет, получается, только одна стрела. А когда их много... О, вот так, вздрогнулась. А когда одна броня, то... Вернее, когда один противник... Одна стрела атака. У нас несколько базируется. Так, базовое умение уменьшает получаемый урон. Так, костяная тюрьма. Так, у меня взрыв трупа тут нафиг не нужен. Уменьшение урона противника на расстоянии тоже может быть. Атака, и равен соклонения от противника вблизи. Хорошо. Шипы. Такое себе. О! Минус 4,3% под укреплением. У нас этого... В принципе, во времени получения... Три зелья дополнительно. Она особо не играет роли. Можно одеть. Потому что она такая... Взрыв трупа я не использую. Отхилы так. Заотхиляюсь. 3D-плантили зелья. Ну, есть и есть. Она особо не горит. Это единственный параметр. Это уменьшение урона от противников на расстоянии. Ну, и все. Атака у меня минус 20%, когда под базовым... Под базовой атакой. То есть, комбинируем базовую атаку и основную. Ну, и все. И у нас тоже редукция урона. Впитываем. Так. Надо кого-то найти, да? Золотой сундучок. Кованый глаз. Думаю... Так, это же по квесту мы идем или просто... Блядь, это же не под... Ладно. Или это по квесту? Не, это стоп, это не по квесту. По квесту... Ладно. Мы уже прошли, вроде бы, почти. Гневный и зверский. Гневного у нас нету, возьмем зверский тогда. Одно уже, иди сюда. У нас есть на стаке на 12, то можем сделать вот так вот. Ну, то же самое, в принципе. Только тут... 2,6 секунд. А тут 2,8. Ну, тут 2,8 разве что. И еще раз напомню. Почему порезали всем персонажам броню? Если вы обратите внимание, то в этих сердцах уже заложена дополнительная броня 244. Если вы вот так вот, например, шмотками добираете повышение брони, то есть в процентном состоянии, ну, типа, соотношении, то вот эти 244 брони дополнительные нехило так бусят вашу основную броню. То есть, ну, вы вкидываете в бижутерию, у вас дополнительная броня просто. И, например, 3 у вас... Ну, ожерелье, 2 кольца. Вот, 250. Это вам 750 дополнительной брони. Алло. До хера. Как раз выйдет вам, ну, 30%. Вот еще, ну, где-то они урезали, а где-то добавили. Просто, если бы изначально еще было... Если бы они оставили ту броню и впихнули бы вот эти сердца с броней, ну, тупо неубиваемые, это было просто бы легко, очень легко пройти было игру. Не мешай. Ну, не страшно. Да, вот эти символы надо у нас поставить. Честно, я даже не знаю, какие у меня тут символы есть у этого. Так, стоп. На. Так, символы. Кровопийца. Кровавая сфера дает вам укрепление в объеме 7% от максимального запаса здоровья. Должно быть использовано. Укрепление, что-то, чем урон. В принципе, можно, но в основном не нужно. Ага. Воин скелеты, клеммы. Это от урона вблизи. Так. Так. Все. Собираем голду. Маловато. И шо у меня там еще? Я себе пока качаю этот контроль. Шо? Шо? Какой контроль? Нахера? Не то поставил, походу. Плеть. Точно не могильщик. Подожди-ка. Что у меня вот этот высвечивается? Я же не хотел его, конечно. Было что-то еще, блин. Подожди. Как это, блин? Контроль. Я, наверное, его поставил, когда этот у меня был в этих магии еще. Минус. Это не действует на этот. На этот подавляющий урон. Убрать. Блин, отвалите нахрен. Весите нахрен. Нужно больше времени. Шо урон. Отойдем побольше. И я думаю... На. Вот это. Это кровопийца у меня должна была стоять. Он как раз качал второй уровень. А не то, что у меня там стоит. Угу. Так, нам с вами нужно сюда. Ну, через Китбарду полетели. Кстати. У меня перенесся этот какой... Какой прогресс с предыдущего персонажа, с того друида. Я заходил 18-го числа. Короче, чтобы этот прогресс перешел. Но у моего знакомого ни хера. Он не знает, что он заходил, не заходил. Он говорит, что у него надо было с чистого листа все находить и проделать. Или он не знаю, или он не разобрался, или действительно так. Но единственное, что... Вот эти, короче, награды у меня были только первые три. Хотя не остыл. Первые две только были. Все равно идешь и... Собираешь, короче. Повысили, я вижу, что за побочки. Повысили за подземелья. В ротостранстве. Ну, крепости 100 так и было, вроде бы. Моему мастерству не отравлено. Надо... Неплохое сырье осталось. Это все удалять. Тришка много места занимает. Ну, чтобы не что с камушками сделали. Потому что это... Бесит. Что у меня там с камнями? Ладно, на том столе разберу. И... Что еще я хотел сказать? Ладно, вспомню, скажу. А, ну... Короче, у меня этот... Через неделю, где-то с 6 числа отпуск начинается. И я на неделю точно пропаду из-за радаров. Ну, как раньше, то есть пропадал. Ну, только уже из... Таких... Причин, которые отдохнуть хочу. Что мне надо сделать? Пойду на море. Отдохну. Такое море, что будет, что? Полудное. Балтийское. Жестокий чумной призыватель. Или жесткий. На, одна. От всего раза. Зверский нарост у нас здесь, окей. Ну, и... На недельку поведу отдохну там. Даже если... Будет пасмурно, я все равно пойду на пляж. И если даже холодно будет, я в кофте буду лежать на песке и релаксирую. Немножко подзадолбался. А, ну и, конечно, тут прогнозы такие, что обещают. Дожди, блин. Это все. Такой классно, блин. Выбрал недельку для отпуска. Ну, а сейчас, да. Сезон отпусков. Ходишь, подменяешь там. Выходишь там вместо... Временами вместо 8-12 часов. То меняешь там смену, то... Хочешь там... Постоянно по-разному выходишь. Постоянно по-разному выходишь. Блин, надо бы, конечно, что автоатаку какую-то усилить. Где сколько? Так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, оно там накапливается. Ну-ка одна. Не, хорошим. Мне пока будет правиться только у тебя за счет укрепления броня. Не знаю, там тупик, не тупик. Ну, после шоу вернемся. Нравится, что у тебя, если кто-то вот уже один раненый, вот этим, то оно потом рикошетит. Это хорошо. Еще хочу на пробитие поставить аспект 1. Тогда будет вообще бомба. То есть, за один выстрел ты прокалываешь все. И оно рикошет и тушит. Он будет... Хороший урон. И первую проколовшую за каждого... Короче, за каждого прокола, то, во-первых, этот... На первом бомбошине на 15% урон. Он предлагает. Когда вы снимаете эффект контроля, выносите ближайшим противникам 2 800 урона от огня. Он такой еще не находил. Убираем только, короче, священные шнурки. Мусор не подбираем. И сюда. Ладно. Вот, что он нам амулет даст. Что мы на... Кстати, неплохой перк. Ну, такой аспект. Когда мы измельем этот... Короче... Кровавый туман, то у нас повышается скорость от себя, вот, передбежали. Нормально. Субтитры делал DimaTorzok 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 Раз в 5 секунд Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Под действием укрепления Не знаю А тут К Исцелению Под действием Укрепления Посмотрим Самое главное забрать Вот это И вот эта Ну, если что, можно вот это еще собрать Короче, планы грандиозные Будем идти в урон, а там, если что, посмотрим насчет этого Насчет выживаемости Естественно, в смутках должны быть бонус укреплению КП Ну, или подавляющему урону Ну, то есть, эти три в основном самым больше бустят урон Подавляющий урон, ну, типа подавляющий урон Который будут бустить Ну, и еще будут бустить, ну, глобальное увеличение урона тоже Еще Чемная жертва течет И бить на шоке Раскрываем Давай Ладно, еще это он Который Который Ну, такое, короче, насчет этого и... Вот это хороший, типа, критический... Аааа, в мету Это тоже не подойдет Мне критов нету Ну, нету упора когда вы используете но защита уловки и пляска смерти смотрите но то у нас относится к они это трупа и макабра пляска смерти трупа и макабра и тоже начал одинаково позначенную плану мощном и ну короче у меня она не подходит с другой стороны этот хорошая тема это этот когда критами ты каждого заряжаешь электричеством потом просто-напросто начинают умирать от этого это электричество пробегает там искры между противниками если это большая толпа это будет тоже так неплохой буст сейчас я отойду и на 2 секунды и предыду и и и и и и и и и не тут так записка я кое-что нашел жду тебя во дворе арбейского монастыря приходи как можно скорее карман под лады и так и сделаем дай то и понял где это а да да окей короче как видите ну билд уже учит честно ну даже вторая во второй дяблочи то там вы насчет вживаемости тем было проблематичней там страдал просто жестко а тут так на изях вообще как третье можно сказать насчет для козлов наконец я кое-что нашел еще рассказывая что ты нашел целую библиотеку спрятанную под старым архивом монахи вносили в каталог каждое свое открытие наши клетки они тоже наверняка записали вход внизу в склепе я могу ее открыть только там разная нечисть но для тебя это не проблема блин она будет но для разнообразия что-то другое поиграть чтобы типа не чисто вот где обычно что над немножко под задал будет но у меня честно у меня такое блины настроение хаотично я начинаю что-то одно потом бросаю там это ну например нравится сюжет на игре вот к примеру как мы проходили резить там этот но честно если игры там не сильно длинная и сюжет интересный то он проходится спокойно а так же что например там где гриндить надо там где надо вот долго короче таким всем забирательством занимать задал бы конечно заниматься одним и тем же не знаю как люди бегают вообще так вот часами вообще днями вот так вот одну и ту же лука на локацию одну и ту же на для меня это для меня это короче ну он меня просто утомляет утомляет можно сказать же тоже козолка во время же говорил что первый дарк солов начинал я знаю 10 раз в 10 начинал забрасывал начинал забрасывал потом как-то осилил и прошел ну честно ну ну без гайда не обошло все типа ну все туда потом туда это будет очень тяжело по крайней мере мне надо было бегать изучать смотреть куда стоит куда не стоит идти пока что но в плане того что смотрел где что можно собрать то что мне полезно подойдет по новостям вот именно если бы был друзей-то то вот мне очень хочется поиграть на слышал мне для меня много хороших этих новостей можно сказать так и чё вход секунду я его открою скорее внутрь ну шо видите ну просто так вот идешь у тебя в основной скид скилл просто основной и собираешь мутки вот этот скилл в основном архивы не пострадали если знаешь как усилить себе урон там персонажа пришли лаобосянский да мы на месте ищи любые упоминания клеток ловушек перерывай все полки ящики хоть полы отдери если надо мы почти у цели ищи ищи дэндаса примерная дата изготовления тысячный год на пепелище старого тристрама найдено 1240 1245 штуки продримский ритуал для настройки демонической энергии и дальше клетки ловушки 1236 год в хавизаре распределен распределенные между заставами закорума конфискованы по приказу и там далее угу фанале клетки изготовили в хавизаре изобретение старой церкви закорума я так и знал надо найти этот форпост я пригоню повозку а что нет нет ты он нашел меня а варшан какой-то и чё и и и и и и и и И чё? Чемное сердце, давай ещё раз. Ммм, черно. Куда нам? А, стоп. В принципе мы тут рядом. Ммм. Ну вот, укрепление и также можно ещё на защиту уменьшения получаемого урона во время укрепления. Ну, можно, можно, то есть типа это очень... Короче, очень полезная штука, то есть можно за счёт хп и укрепления усилить себе свой же скилл. Так, это создание охотилось на тебя. Что происходит? Его зовут Варшан. Он был моим учителем. Жрецом в деревне до того, как пришла Лилит. От её речей жители сошли с ума и возненавидели нас. Я умолял Варшана сбежать, но он не хотел бросать их и... Я... Я ушёл один. Чтобы искупить вину, я искал лекарства для своей паствы. Я нашёл монастырь, а в нём клетки. Так, а что было дальше? Я вернулся в разрушенную деревню. Из безумцев в живых остался только Варшан. Я взял одну из клеток и попытался изгнать из него Порчо. Но я в чём-то ошибся. Порча хлынула наружу. Пожрала и его тело, и душу. Заразила всех, кого он коснулся. Заражение пошло от Варшана. Я виноват во всём. Надо было сразу всё мне рассказать. Ну... Я уже понял. Я жалею об этом. Правда. Но пойми и ты меня. Я хотел только спасти дорогих мне людей. И шанс ещё есть. Усовершенствованная клетка могла бы очистить от Порчи и Варшана, и других чумных. Я иду на поиски в Хавизар. Надеюсь увидеть тебя там же. Окей. Нам чё-то насыпали. А чё насыпали? Извивающийся осколок. Сопротивление стихии. Уменьшение урона. Один к уровню всех умений категории Макабр. Минус 4,8 получаемого урона при действующем эффекте укрепления. У нас Макабр, это у нас... Этот Макабр, во-первых. Нет, это труп осквернении. Макабр. Этот. Кровавый туман. Угу. Угу. Так, ну и короче пассивки я всё взял в зловещее исцеление себе. Ну, чтобы отхиливаться, короче, повысить. Пока у вас высокий уровень здоровья, ваши умения крови наносят на 18% больше урона. Это нужно. Ваш умение крови наносит на 15% больше подавляющего урона. Бонус удваивается, пока у вас высокий уровень здоровья. Плюс 30. И плюс удачный удар, поражая противников умениями крови. Вы с вероятностью до 30% получаете укрепление в объеме 8% от базового запаса здоровья. Ну, то есть, обычными атаками, то есть, постоянный буст укрепления. То есть, на максимуме надо бы держать его. Ну, тут, короче, естественно, оставляет на своем пути сферы крови. И макабр трупный шупальца тоже поражает противников. С вероятностью 35 появляется сфера крови. Вот эти становятся уязвимыми, они подойдут, потому что уязвимость на подавляющий урон не влияет. Так что, не пойдет. Ну, и каждый раз, когда кровавая тума наносит урон, вы получаете укрепление в объеме 0,5% от базового запаса. И трупы не надо. Укрепление пойдет. Ну, и тут же, конечно, каждый шестой удар наносит гарантированно подавляющий урон. И создает сферу крови на месте первого пораженного противника. Так, то есть, армим сферы крови, так как это тоже. Это у нас... Это у нас скорость? Нет, у нас это тоже на укрепление, так что... А также сферность 1,5% за каждого пораженного противника может дать вам укрепление в объеме 100% от базового запаса здоровья. Хороший прикол. Так что у нас в основном сферы крови, укрепление, подавляющий урон. Куда нам? Хавизар, да? Вот сюда. Сейчас, думаю, пройдем сюжетку и побежим по этим кошмарным подземельям качаться. Так, надо разобрать лишнее. А, и вот тут в этом городе классная вот, короче, ветка побочных квестов. Это у этого типа отец, у отца Димаса, у Закарумского священника. Это как раз предыстория. Как раз вот вы видели видосик, да? Вот, например, то, что тезерили Диабло 4, там где трое пришли и вызвали Лилит. Вот это как раз вот предыстория к этому ролику. Можете как раз пройти, если вам будет интересно. Так, и нам вот сюда. Опять. Куча всего ненужного мне. Так, синий, да? Что мне тут синий? Вы подавляете. А, оно не работает. Угу. 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 Сунический удар и заряжает цель. Ну, это если обычные удары. Закритует. Ладно, и у нас еще. Что у нас тут? Здесь у нас стоит. Коварное сердце. Удачный удар вернуток. Эффект страха на противника. Это, кстати. когда вы с вас снимается эффект контроля вы наносится ближайшим противником ну даже не знаю тут на контроль в принципе если меня станет будут то у меня один давай вот это короче поставим короче вот получаем невосприимчивость то есть если когда на нас начинают контроль и начинает нас гасить мы получаем невосприимчивость там и короче бомб проходить сквозь врагов и не получать урон в течение трех с половиной секунд ну естественно когда это сработает сработает и это пассивочка на 2 800 урона пойдет короче такой бустик ванна и надо по любасу любому мне надо будет еще парочку аспектов на кровавого копья поставить ну или обновить существующие а каков наш следующий шаг в монастыре мы узнали что клетки ловушки везли из-за коромских крепостей в хавизаре рядом есть три подходящих цели если что-нибудь найдешь принеси мне и куда у 1 1 2 и там 3 ладно ехали короче крепости носить ехали короче помогает например когда много таких как собирается вокруг босса например то так вот клепаешь стакаешь короче все эти как эти копья и но просто потом впитывает урон там босс просто разлагается и 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 на поставить беззвучный чтобы у меня музыка стоит на этом на звонке и она у меня может просто потом не специально проиграться и потом забанит меня нахрен и все тоже вот это кстати не совсем хорошо блин просто с вероятностью появляется сфера крови на ботинке можно потом клепануть к примеру взрыв трупа плюс кровавый туман и он бы взрывать трупы и нам короче с вероятностью будут появляться сферы крови интересно пока но посмотрим может у нас будут более полезные пассивочки пока эту теорию немножко горится хороший типа за хорошая задумка но мы все таки еще немножко рамский по времени посмотрю что мы можем еще придумать на пока заводал за мои ошибки заплатишь ты подлый расхититель могил своей кровью не вздумай беспокоить моих братьев так стопы я вроде на тебе что ты уже она завязать теперь нам надо короче искать вот эти три пушки здорово рикошетик 12 золотом много вот чем этот речь вот 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 и 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 надо короче типов кидывать глаз нет предмет ищет где они на больше Крабители могилы обыскать, окей. О, есть. 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 Ольга! Иди. Вообще. Спасибо. Захвачено. Можем сюда проехать. И проехать сюда. Вот. Костяной билд. Поначалу мне очень, короче, эссенция затратных получался. Тоже. Ну, я начинал играть через Костяную тюрьму. И вот как раз вот этот труп, который, типа, притягивает всех. То есть ты притягиваешь всех. Потом, короче, кидаешь в Костяную тюрьму, которая увеличивает урон противникам, которые там внутри находятся. И допихиваешь Костями вот этим. Это мощно. Только не в городе. Ну, на счет... Но выживаемость там хрономает. То есть против... Хорошо, что Костяная тюрьма типа может заблокировать боссов. Они тоже там впитывают неплохого урона, но выживаемость страдает. А в этом билде тоже можно вовремя уйти в Кровавый Туман. Подождать пока можно сказать, кулдайм скиллов пройдет. И опять дальше. И прокас опять по новой. Посмотрим. Может, потом откажусь от Кровавого Тумана. Вот, хотя... Посмотрим, еще не факт. Что-то еще есть волн и крови хорошая типа тема. На этом. Прижав. Мы вечны. Когда-то это тело было нашей тюрьмой. Давай уже. Но потом его сожгли свои же. Теперь нас питает их пепел. umnen visão Тоже что планет. Убивая Я знаю. Я рис л л тянул и канал только мало противника что сразу надо его колупать долго стягиваем она не упиралась в 1 но чтобы что-то ходил на сквозь это как на по старинке идем короче зачистим все я еще не готов ну ты там колдуешь а вот они предали своего защитника не заслужили вечные муки и он дальше зрань Субтитры сделал DimaTorzok Соседи, надо прекратить сожжение. Схрумиты не избавляют нашу землю от них. Они убивают тех, кто любит вас, кто веками заборчился. Это мы, болотные ведьмы и колдуны, отгоняем тебя. Если вы нас сожжете, вас и клеев и бизар не станет. Да, надо протыкать в прошлом тюрьме. На, Тетер, куда? Не хватает эффекта. Ну и что, финальный босс этого. Без талач, пламя никогда не погаснет! Тетер! вот и все вот и все сколько лет я держался ну еще давай уже ладно кредит только окей следующее у нас она сюда у меня тут не открыто окей заводи короче пойдем короче что мне нравится в польше вот это почта их не есть аппликация у тебя для почты там инпост например и короче ты этот дает может дать или забрать ну типа посылку то есть следить через аппликацию но очкам от и есть то есть ты заказываешь что-то приходит тебе пачком от которого тебя под домом приходит оповещение что пачка уже тут тебя то есть доставлено ты приходишь или с телефон пык-пык забираешь и обратно также сама шмотки какие-то заказал все кроссовки там футболку или там шорты померял не подошло не понравилось короче все оформляешь за рот опять подходишь к пачкомату вернуть так сложишь пачкомат и все и курьер потом короче забирает эту пачку и и увозит обратно продавцу и возвращаются те деньги то есть очень удобно так что вот так вот у нас и и и и в основном короче это во время пандемии начали заниматься продажей покупок доставка еды которая может тебе вот так вот просто купить ну типа курьер может купить тебе товары в этом короче с магазина просто обычные заказываешь там молоко ноте продуктовые молоко там воду там крупы всяким тебе привезет это все а сейчас даже появилась шоу пока вольти по нормально пару покупает привозят это прикольно вообще круто все впадлу куда-то выходить привези бутылочку все и привезут очень удобно кундучок вау 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 у Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Изи. Жалко, что только лошадь использовать нельзя. Так бы можно было бы спокойно этот... Играет музыка. 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 у меня не сработало мне походу там с одного удара все трачу блин у меня пассивка не сработала ладно а и а и 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 по такому хрена седут конечно от порочный чум больно было эти счеты и 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 это был конечно жестко ясное дело тут так взорвалась и и и немножко очистим свои эти от ненужного подожди что у нас со штанами ну это взрыв трупа но зато есть хп но минимальный 113 маловато ладно берем оглашение разберем ладно надеюсь мой труд не пропадет а этот какого а эти какого блин камни то скинем ящик а то пригодятся а можно потом выкину посмотрим да ты шутишь тамирис мы потеряли ошибку маугана форт разрушен возвращаться это просто теперь у нас другие причины дело не в порте и не в аккарате и ты это знаешь да он элитных монстров было много но главное что паскуда вот когда вы теряете более 20 здоровья от одной атаки сука ладно обидно раздеваться надо в таких случаях так погнали нам как морская ведьма так морская ведьма так морская ведьма Продолжение следует... Продолжение следует... Где-то на месте... Не в подземелье... Не зря пусть будет... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно будет... Не надо... Короче, не подходит для этого сильно... О, тут надо... И... И... Куда нам? Обратно в город... Сорбинзец... Надо будет, короче, себе какую-то... Помню, там 200... А, маловато 200 этих эболов... Надо побольше... Так, стоп, чё, куда иду? Не сюда... Надо, короче, побольше эболов... Надо себе... Наролить себе нормальную этот... Бижу... Хотя бы редкую... Редкая бижу, она, короче... Я... Я его, короче, на этот... На копьё... Аспект... Пассажур, так что... Мне удалось найти... Закрунские тексты... Хвала Свету! Подожди, пока я всё это перечитаю... Надеюсь, скоро мы узнаем, что нужно... Чумные сердца можно разобрать, чтобы получить гной... С его помощью можно изготовить различные предметы на верстаке... Я знаю! Так, а теперь куда? Ага... Попадал на лучших... Попадал на лучших... Здесь это невозможно! Играет музыка. 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 Играет музыка.